Полезной и увлекательной традицией становится проведение Библионочи. Акция проходит во многих городах страны, но в Щелковском районе это мероприятие стало весьма насыщенным. Сразу в нескольких библиотеках организовали очень интересную программу. Библионочь проходит во многих библиотеках Щелковского района. В межпоселенческой районной библиотеке сразу две встречи с интересными людьми. Анфиса Вестельгаузен, которая сейчас подписывает автографы, и художник, который нарисовал картины за моей спиной. И еще здесь проходят мастер-классы, так что самое интересное еще впереди. Так, программа Библионочи в межпоселенческой центральной районной библиотеке называлась «Новое прочтение». Это действительно было новшеством. На встречу с читателями приехала молодая актриса Анфиса Вестельгаузен. Она рассказывала о себе и своих работах в кино, учебе во вгике и в целом об отношении к жизни и профессии. Девушка поделилась не только секретами актерской жизни, но и взглядами на театральное искусство. Я бы хотела играть в театре. Но, опять же, понимаете, все хотят в кино, потому что больше узнаваемости. А хотелось бы больше классику и сведенности? Ой, нет, я больше классику. Вы знаете, есть театр «Гоголь-центр», который практикуется на современных постановках. Я туда сходила три раза и больше не хочу. Так что современные постановки меня пугают. Нет, 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 я лучше классику. Немало сюрпризов ожидала и библиоманов. Еще одним приятным подарком стало и то, что в «Библия ночь» можно было получить бесплатную книгу. Вот на этой полке, которая называется «Подарки от книжного мага», можно взять книгу, которая понравилась. Я, пожалуй, возьму вот эту. Приехал и привез в свои работы художник Андрей Шатилов. В его картинах актуальный образ сочетается с массой дополнительных подробностей. Вот, например, портрет девушки. Она будто из прошлого века. Ретрообраз на контрасте с современностью. Высунувшись в окно телефонной будки, она будто в нынешнем веке перенасытилась информационным потоком и отторгает его. Весьма символично. Эти работы я привез сюда, потому что все они выполнены в смешанной технике, которую я недавно открыл для себя. И поэтому они отражают наиболее полно какой-то новый этап в моем творчестве, новый виток. И, как это часто бывает, последние работы нравятся, ну, созданные вот последними, вот свеженькие, так сказать, они всегда нравятся больше старых. Поэтому хочется их больше показывать, слушать мнения. Именно поэтому в этот день, в эту ночь зрителям представлены именно эти картины. А вот в городской библиотеке номер три семейного чтения программу «Библионочи» назвали «Неисчерпаемый источник вдохновения». И это не случайно. Здесь читали стихи, пели песни. Как поют соловьи, полупрак, поцелуй на рассвете. Для всех от мала до велика здесь нашлось дело. Для ребят школьного возраста немало увлекательных мероприятий. Кто-то играл в шахматы, кто-то слушал рассказы. Мы узнали, что такое, в чем суть книги, что книга – это очень важная вещь. Узнавали про котов и Древнюю Русь. Что ты узнала интересного, расскажите. Я узнала, что бывает очень много разных домов, что коты были не только в Египте знамениты, но и в России, и что их привезли моряки. Почему люди должны читать, расскажите. Нужно, чтобы больше знать, узнавать нового. Там по окружающему, например, миру тоже мы читаем, узнаем много нового. Вам нравится проводить время в библиотеке? Да. А почему? Потому что тут очень много людей, можно познакомиться, и очень интересно.